Школа номер три в Красногоровке работала все время конфликты на Донбассе. Семьи с детьми то выезжали из города на время обстрелов, то возвращались, но двери школы были открыты даже тогда, когда приходил всего один ученик. Утром 3 июня школу обстреляла артиллерия со стороны сепаратистов. Мне даже теперь становится непонятно, с кем воюют взрослые. С детьми я знаю, что ученики, выпускники этой школы есть с той и с другой стороны. И если они помнят, то в этой школе учили только добру, в этой школе особый микроклимат. Обстрел начался рано утром, поэтому никто из детей, к счастью, не пострадал. Судя по характеру попаданий, школа могла быть атакована целенаправленно. Хотя рядом со зданием нет военных, она расположена в частном секторе, на окраине Красногоровки. Но даже после этого обстрела в школе провели экзамен, уже в разрушенном здании. Среди детей нет жертв, слава богу. Это было утром, и мы провели последний звонок, мы провели первый экзамен. Четвертого был второй, это уже после обстрела, вот в этой разрушенной школе. Но дети идут, родители идут и просят, чтобы школа работала. Мне даже сложно вот объяснить, зачем школу было рушить. Я не знаю, кто это сделал, но взрослые, вы же должны заботиться о детях. Разрушили, ну очень быстро. Мне бы хотелось, чтобы так быстро ее восстановили, чтобы мужчины закатали рукава и вместо оружия взяли в руки, наверное, то, что нужно строить. Ломать, конечно, не строить. Не знаю, получится это или нет, но, скорее всего, я так понимаю, что на этой школе поставили точку. Артем Лютый, Андрей Дегтяренко. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода.